Здорово, господа! У нас сегодня была запланирована поездка на достопримечательность под названием Столбы в Красноярске. Сгоняли мы на нее, вот только приехали. И вот вложик получился. Оттуда хотел записать просто тупо сториз в Инстаграме. Получилось так, что там целый фильм получился. Но, к сожалению, фильм получился, блин, вот в таком, блин, вертикальном положении. То есть, изначально было рассчитано на вложик, не вложик, а в сториз в Инстаграме. И получилось так, что кинцов вышло вертикально. Ну, посмотрите. Сгоняли мы туда. Короче, там получилось 8 километров в гору чесать. И 8 еще с горы. Плюс там 400 метров к каким-то кушарям, там из 400 метров в какой-то вечерстве, блин, показались. И загоняли мы все туда. Всем все понравилось. Устали, как собаки. Ноги гудят, руки тоже. Блин, по этим скалам налазились. Видон, конечно, обалденный. Будет кто в Красноярске, прям рекомендую. Усталость, конечно, дикая. Ну, что поделать. В общем, для вас это будет самое начало видео. А для меня это уже конец. Поэтому я пошел пить чай, отдыхать, монтировать этот видос. А вы располагаетесь, смотрите. Но опять предупреждаю, видос вот такой вот, сука, получился. Ну, дубной. Вертикальный. То есть, ну, вот как-то так вот. Не планировалось, но вот так вот сложилось. Так что терпите, но смотрите до конца. Лайкуй, поставь. Понял? Поставь лайкуй. Все, народ, смотрите, я погнал еще. Брем через Енисей. Крабники там стоят. Блин, капец, сколько порожков. Как мы назад пойдем, Володь? А этим же путем. Этим же путем. Мы ниточку привяжем. И хлебушек будем бросать, да. Это что тут, 7 километров в укорку, что ли, блин? Да тут... Это конец. Блин. Будешь хавать? Братуха. А, ты пошел. Что, пожрал? Это Дейл или Чип? Чип и Дейл. Чип и Дейл. Пожрал, нет? Щеки какие, а? Вообще не боится. Хоть еще раз, да никогда, блин. 5 километров позади, но что-то не кончается оно. Тоную нахрен. Это какое-то... Невероятно. Я предлагаю вниз. Вниз вообще будет классно. Хе-хе-хе. Что, нет? Никаких. Можно туда строчить, чтобы посмотреть эти... Ой, бля. Еще 100 миллионов порожков вверх. Мы почти его цели. Седьмой километр. Седьмой или восьмой, какой уже. Седьмой километр. Седьмой километр. Седьмой километр. Точно. Лавочки. Хорошо бы лавочки. Во. Первый какой-то булыжник. Непонятного рода. Ну, похоже, мы пришли к первому. Вон он. Наверху. Опять какие-то... О. Тетечка подсказывает, что вот этот первый. Так. Как они тебе попали, что нужно. О-о-о-о. Мы добрались. Слава богу, неужели. Ну, что ты... Вот что-то покатит. О-о-о-о. Левушкин. Курвия. Ну, бля. Как тут темно и страшно. Юра, осторожно. Подожди, сейчас не выстятся. Иди к Юре. Юра, подойди к нам. Юра, к нам подойди. Сейчас пойдете все. Лен, давай. Я самый храбый. Давай, 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 проходим. Я тебя поймаю, Володь. Щель еще какая-то. Я тебя поймаю, говорю. Давай. Давай. Ах, бля. Кто бы меня поймал. Эх, ты ж. Слышишь? 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 Подождите. Как тут тесно и узко. Не, не тесно и узко. Давай, его. А то? Тесно. Давай. Это да. Мам, дай палочку. Платон. Думай. Проходи дальше. А куда дальше? А вот сюда. Дай сюда. Давай. Палку дальше. Юра, палку, на. Платон. Давай. Опа. Сюда, заходи. Я не хотела дойти. Я до одной не залезла. Вон из той дыры вылезли. У, жесть какая. А там кто-то еще характерится. О, какая штука. Пошли, я тебе покажу. Одну вещь вот сюда наверх. Вот так вот здесь. Бляха. Вот так вот. Правда, дядя Вова? Да. Прикольно. Только вот мы с этой пещеры налезли. Да. Вот такая вот штукенция, ребят. 7 километров до точки, до цели. И это, блин. А тут еще идти. Тут 42 гектара что-то. Дядя Вова, 42 или 47 тут? Да, где-то так. 40 гектар, короче. Да, 40 гектар площади. Тут их более 100. Ой, а вон человек какой-то лезет. Да, да, да. Сейчас он сорвется. Не дай бог. Вон какой человек лезет. Не дай бог лезет. В гору. Короче, надо штрафовать, если он падает, тут поймает. А он со страховочками, там со всеми делами у него. Там все педали. Ну это он не специфирует, понятно. Ну это ки-то шестидит. О, как. Так, не, ну, ребят, это, блин. Ребят, девчата. Это что-то с чем-то. Это все. О, бля. Вот, залезли повыше. Вот такое все скалисто-горное. Так вот. Дядя Вова, они очень скользкие, аккуратненькие. Да, если подскользнуться, то можно... Загудеть. Так, съехать. Да. Так вот и залезли, ребят. Ухватилась, сосна за жизнь держится. Да. Уцепилась на скале и стоит. И ведь она не высыхает. Вот теперь надо это... О, вот чувак играет. Интересно. Медитация. Он сидит, играет на эти дурки. Классно. А вон на той большой скале стоят люди. Плохо видно, но это люди. Как они туда попали? Вот что. Фу. Ну, ладно. Молодец, парень. Класс. Так, вот эта щель, откуда мы вылезли сюда? Твою мать. А вот здесь... Вот здесь вот, если пройти... Твою мать. Вон там мы в эту щель залезли. Через этот камень. Через вот этот вот булыжник. Блин, нафига мы туда лезли? Ну, прикольно заточать. Вот. Не скучно, нифига. Вот. Через вот такой вот камешек-то. Внутри это камня пролезть. Ух, огонь. Там прям темно и страшно. Вот. Вот. Вон туда мы залезли. Вот сюда. И там вылезли. А где Андрюх? Туда пошел? Туда пошел. Ну, пойдем мы туда. Пойдем. Вот в ту вот сторону. Вот туда. Плакат здесь был я. А у нас... А у меня есть ручка. Даже гелевая. Давай. Можно написать что-нибудь? Сейчас мы сюда что-нибудь напишем. Все, отметил. Так, ну, собственно, мы отметились. Мы отметились. Вот он. Теперь и Воронеж здесь был. Вон. Где-то тут Володя написал что-то. Ну, ладно. Теперь мы есть на этой доске почета. Фокус, фокус. Вот так вот. Идем дальше. Так, а вот тому доказательство. Первый столб. Остановка турбаза. То есть вправо вниз 8 километров. 8 километров в гору. Капец какую гору. А вам слабо? А, дядя Вова? Нет, мне не слабо. Всегда готов. Всегда готов. Да, ну с горы-то будет проще спускаться-то. Явно проще. Все-таки лезут и лезут. Лезут наверх, да. Тут люди-то без всяких страховок на эти скалы-то лезут. Вон они наверху сидят. Господа, вон они. Ты глянь. Ну, тут спортивочки желательно. Кроссовочки, спортивочки. Да. И без проблем можно залезть. Абсолютно верно. Пойдем дальше. Пройдем сейчас по тропинке. Поглядим, что там интересного у нас будет. Будут нам показывать. Вот зачем мы сюда шли. Хотели. Скалы. Дед 500 метров. Внучка 100 метров. Короче, пойдем. Искать деда. Бабку, говорят, самой популярной. Сейчас глянем. Собрать весь народ и раздолбать им всех. Ухо-брасно. Это он первичный. Красотенький был. Продолжаем. Рядом поехал Коля, да? Один там где-то как-то. На тебе. Чешем в горку. Да. Чешем в горку. Попутно беседуем. По корням по этим всем. По корням деревенским. Попутно вот у нас тут с дядей Вова общая тема на тему дельталетчиков. Оказывается, дядя Вова тоже дельталетчик? Со стажем. Со стажем. Тоже сумасшедший. Из этого отстал. Да. Падающий. С одной палаты. С одной палаты, да. Падающий. Куда ты там в кладбище? На кладбище-то падал, бля. На кладбище падал. Но на чужом. Но на чужом, да. На свое еще. Сюжение возвратил. Пух и прах. Поднялся, отряхнулся. Как будто ничего не бывало. Но место забронировал. Снятая камера. Три камеры снимала. Они, короче, побросали. Мы думали, покойник встал. Или он, говорит, в горячке вот это, знаешь, наш филактический этот шок. Короче, он поскочил еще весь перелом. Он и пошел сюда куда-то. Я не узнаю. А я отряхнулся. Ни одной ссадин, ни одной терапины. Шлем нашли метров за 30. Ну, он, по идее, с головой по сценарию должен быть. Но он отдельно лежал. От головы почему-то. Так вот голова на мне осталась, шлем ушел. Вот так вот завершен полет на неотцентрованном аппарате, в котором была предельно-предельно задняя центровка. Пока газ держишь, он летит. Как только сбросил, все и посыпалось. А посыпалось я в воздухе не мог определить, потому что ни прибора, ни одного. Ощущение набегающего потока было. Но это было не поступательное движение, а парашютирование уже. Когда он перестал управляться вообще, я дал газ, но не успел. Вот, батя, это история для тебя. Ты у нас, ты дважды у нас, да, дважды. А вот человек тоже. Второй план он тоже падал. Был трист. Момент реакции винта сильный. У меня мощнейший движок был. 250 кубиков, это очень сложный большой движок. И когда ранцевый, его можно на тележку было ставить, а можно было на спину вешать, как ранец. Так я вот, когда с ранцем взлетал, не, засранцем, а с ранцем за спиной. Просьба не путать, да. И момент реакции винта, просто меня развернул, и когда я сбросил газ, и деревья встретил спиной назад. Хорошо повис. А то по об землю было бы больно. Да, было бы больно. Ну повис, тру, керут. Так, а тем временем... Смотри, бабка, вот и дед. А где бабка, а где дед? А кто постарше или повыше, то дед, кто пудовый. Да? А почему его назвали дед? А потому что старый. Старый. Ну такое. Будем посмотреть. Так, дядя Вова обманул. До деда 200 метров. А это, похоже, бабка с внучкой. Или с внуком. Идем дальше. До деда. Печалька. Тяжело. Но ничего. Мы как всегда справимся. Мы же потомственные летчики. Да. Во втором поколении, да, батя? Да. Да, да, да. Так вот. А мне дед летал. Так ты тоже во втором поколении? В третьем поколении. А, с печки. Да, и то во сне. Дошли до деда. Квадратный дед. О. Непонятный. Квадратный. Толбички нету. Там скала. Перья какие-то там. Я в планете. Мы шли целенаправленно к деду. Вот сюда. То есть, если это скала дед, скажем так, если это скала дед, то значит этому в этой скале должно быть херовую тучу лет. Вообще непонятно, как они здесь образовались, эти скалы. Каким макаром. Так, где-то здесь должен быть наш третий, Андрюха. Вот мы его сейчас будем искать. Смотри, он прямо с рук кормит. О, девушка бурндука кормит с рук. О. Смотрите, осторожно, так можно перекормить. Я видел, он медведя превращались ноги. Потом начали вот так вот, кормили, кормили, он превратился в медведя, и потом за ними бегал и просил еще поедать. Вот так бывает, да. Я не могу понять, прямо так. О. Собори, например, не случилось. Солнышко светит, погодка, удалась, блин. Кайф. Кайф. А это вот залезли на этого деда. Вон, перья впереди. Вот это вот. И вот окрестности. Скала перья. И окрестности. Красотень. Красотень. Да, вот такая вот. Люди отдыхают. Ну что, перья. Классно. Да все, обалденно. Это дядя Андрей. Всем привет. Прямо с деда. Да, впереди со скалой похоже сам Красноярск. Что-то там такое похоже. Так, ну все, чешем до дома, до хаты. Ближайшая. Турба же. Шесть километров. Шесть километров направо, вниз. Это он по-китайски нижнее читает. Тут-то я не понимаю, все по-китайски написано. О. Погнали. Товарищи. Господа. Мы вниз. Как-то так. Все посмотрели, все увидели. Программу минимум, программу максимум. Это только увидели две или три скалы. А их тут... Дядя Вова, сколько тут скал? Сто было написано, да? Я помню точное количество, но на то, что они расположены еще некоторые, может, просто троп нету туда. Возможно, да. К этим можно подойти, а к этим нельзя вообще. Ну, в общем, то, что хотели, мы увидели. Чешем теперь домой. Теперь мы можем смело. Кто-нибудь спросит. Был в Красноярске, да, был? А на этих столбах был? Конечно, был. Нифига себе. А как ты туда дошел-то? А вон, смотри. Как? Шел-шел. Козырек. Видишь, эти скалолазы, вот они как забивают. На тапок похоже. Вон они, видишь, их убитые. Строп какие-то, леда, какая-то хрень. Кто-то занимается этим, альпинизмом. Да. Вон, видишь, он врезанный. Да-да-да-да-да-да, вот тут-тут. Не видать. Глазами-то видно. Крючок, крючок, он скалолазский торчит. А здесь они спокойно бывают, что ли? Да, они худо-то выступил, это достаточно. Кто пудов? Хорошо, чешем домой. Все, хорошо. Сюда, сюда. Возьмите. Все, ребят, счастливо. До связи. Вот это шляпа, вот это, блядь, мы попали. Короче, эта хрень называется огненная тропа. Ой, тут идти невозможно. Написано было 6 километров, но по основной-то дороге 8 километров. Ну, мы-то думаем, 6-то меньше, чем 8-то. И мы пошли там, где, сука, 6. И это жесть, как она есть. Мы быстрее, наверное, спустились там, где 8. 8-ми, чем здесь. Ой, ешкин. Знаешь, что? Тотарий штурман, блин. Да. И так, кстати, постоянно. Андрюха у нас штурман, блин. И он на земле куда-то все время, блин, теряется постоянно. Идем. Так, ну мы продолжаем спускание по этому адскому, блин. Это невозможно. Написано 400 метров. Это что-то невозможное. Нет еще невозможного, Паша. Абсолютно верно. Все хорошо. А это наш американ френд. From... Канза... Идем дальше. Бесконечный маршрут какой-то. Дерево. Реалити шоу. Реалити шоу. Мы живем в Миннесоте. И мы идем в очень большой магазин. Малуф Америка. О, да. Это очень большой... Я думаю, это самый большой. Я никогда не был там. Я очень плохой. Я говорю в английском. Я не знаю тебя. Я очень плохой. Чешем вниз. Наконец-то. Добрались до нормальной дороги. Херачим. Блин, что с фокусом у этого телефона? Какая-то прям печаль-беда. В общем, дойдем до низу. Наконец-то. До дому. Чешем. На асфальт вышли. Повстречали амариканских друзей. Изучаем, общаемся. Так, вот она, толпичка. Толпичка, мы почти пришли. Мы почти у выхода с этого. Ух ты, блин, жесть какая. Как это все долго, нудно и страшно. Жесть. Вот это в ложе получилось. Сегодня, конечно, огонь. Вертикально только, как обычно. Но, блин, ладно. Это я потом все объясню. Почему так вышло. Блин, в лесу фокус-покус. На этом телефоне это какая-то просто жесть. Даже клацание по экрану не помогает ни хрена. Ну да ладно. Так, добрались до остановки, наконец-то. Все, едем домой. Наверное, это конец. Спасибо, народ, что посмотрели до конца. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok